Марк, вы в путешествии, вы находитесь в Америке, вы побывали, ну, по крайней мере, исходя из вашего телеграм-канала, в важном и интересном месте. Одним словом, что же там происходит на другом континенте? Ой, где я только уже не был вообще, тут расстояние, такие концы я плю мало, у меня еще джетлаг продолжается. Но я действительно в Калифорнии, побывал и в Аризоне, и в Неваде. Вот вы знаете, меня интересовало то, что касается идущей предвыборной кампании в США, в частности, ну, помимо других таких вещей. Но я вам хочу сказать, что Камала Харрис пока выигрывает. И я пока внятно не могу понять, как и почему, но... Это вы по людям, по общению, да? Я так вижу, как... Ну, Калифорния вообще штат такой коммунистический, его так называют, демократы. Здесь база для них, и поэтому... Я же беспристрастно в данном случае, я уже много раз говорил о том, что не наше дело, так сказать, кого выбирать президентом, американским избирателем, это им решать. Но сторонние наблюдения всегда полезны, потому что я вижу, как оказались не готовы к появлению женщин и кандидатов в президенты, демократов и республиканские партии и штаб Трампа. Они то и дело, видно, уступаются, потому что сейчас припираются по поводу проведения дебатов, и вот уже вроде как договорились о дебатах вице-президентов, кандидатов в вице-президенты. Но я думаю, что они избрали тактику вообще штаб Харриса, вообще демократы стараться ее не выпускать. Она слаба как политический спикер. Но она работает, эта тактика. Это то, о чем я говорил, собственно говоря, что неважно, в конце концов, кто будет персонально кандидатом. Голосует две Америки. Вот здесь Америка, которая держится традиционного, так сказать, базиса, это республиканцы. Это в самом широком смысле. И прогрессисты. Они разные тоже, там спектр такой невероятный. И, по-моему, второй он больше просто. Просто вот, ну, чисто по параметрам он больше. Поэтому социологический опрос в последнем показывает, что в ряде штатов наметилось преимущество Харрис в качестве кандидата. Это, скорее всего, возможно, что она как политический спикер, как, значит, харизматичная фигура может и уступать Трампу. Может. Но голосовать все-таки будут в первую очередь исходя из идейных установок. Пресса поддерживает на 70-80% именно Харрис. Но известно, что пресса – это демократический институт. Вот. Она действительно говорит не так, как, в общем, политик уровня президента Соединенных Штатов. То есть у нее с риторикой ничего здорово, по-моему. Но, тем не менее, все равно я хочу сказать, что это является определяющим. В контексте теперь украинского вопроса, публичного, во-первых, из того, что звучит, мы можем сделать вывод, что политика Байдена и демократической администрации в его период руководства, она будет продолжена, Харрис, если она станет президентом. По поводу Трампа ничего нельзя сказать. Просто ничего не понятно. Ничего не понятно. И тут прибавляется масса всякого рода информации, где достоверно и где не вполне, которые... Ну, вот последнее интервью за Москву, оно же не свидетельствует о том, что вообще, говоря, Трамп собирается каким-то образом держаться в прежней политике Байдена. Он еще критикуется? Он вообще считает, что если бы он был президентом, а не Байден, то войны бы не случилось? Я, кстати, очень сильно в этом сомневаюсь. Вот. Но факт остается фактом. То, что есть основания полагать, что Трамп может и ту, и другую сторону занять. Реально. Несмотря на то, что, да, глубинное государство считается, что Харрис его представляет как кандидат, оно придерживается линии на то, чтобы дать возможность Украине в этой войне, как минимум не проиграть, а то и победить, вот, и продолжать линию на ее поддержку. Да, какое-то смятение внесено вот событиями в Курской области. Это точно, абсолютно. Это неожиданно. Нет, ну, я думаю, что это все равно, конечно, с Пентагоном и Белым домом было согласовано, но для общественного мнения, для тех, кто, ну, в общем, не принимает непосредственных решений, это неожиданно то, что происходит. Неожиданно. Вот. Возможно, под этим есть то основание, что Москва все время пыталась выговаривать из Соединенных Штатов, чтобы этого не произошло. То есть это были ее договоренности с администрацией Байдена, что на территории Российской Федерации Конституционной войска вооруженных сил Украины не зайдут, и тем более не будут пользоваться оружием, предоставленным Пентагоном и так далее. Это, с одной стороны, а с другой, а непонятно, что с этим делать. Вот, если выгонят обратно, отгонят границы вооруженных сил Украины, что пока вообще не проглядывается, вот, совершенно. Ну, тут как бы пойдет все линейно, понятно, куда. А если дальше это все пойдет? А если глубже пойдет? А если ударят там в Брянску? А что с этим делать вообще? Насколько я понимаю, либо в ближайшее время, либо уже сейчас, это мое чисто интуитивное ощущение, Соединенные Штаты пытаются убедить Москву пойти на попятную в ряде вопросов для того, чтобы не углублять ситуацию к эскалации располагающей. Ну, типа, выводить, мы выводим, да? Ну, то есть Украина бывает, выводить войскать территорию Украины. Я думаю, что Путин на это не пойдет, вот. А американское общественное мнение, оно, в принципе, сейчас озабочено выборами, но я бы сказал, что оно все равно поддерживает Украину. Вот я не вижу такого, чтобы здесь оно как-то существенно менялось в этом отношении. Но, тем не менее, мы должны честно констатировать, что международные аспекты программы кандидатов не являются приоритетами. Этого нет. Да, сегодня писали, ну, и вообще, в последнее время писали о том, что Трамп – это определенность для Украины, а Камала Харрис – это сложнее, потому что так много будет всего неизвестного, но на самом деле там забегать наперед нет никакого смысла. Но из положительного, когда вы связываете Америку и события в Курске, это то, что уже заговорили, по крайней мере, политика пишет о том, что подумывает, что вы дать нам ракеты, которые бьют на 450 километров. Ничего себе, вау, мы как раз это просили. Но вы уже действительно сделали мостик, потому что невозможно в контексте нашей с вами работы, наших эфиров, не объединять эти темы, одна из другой выплывает. Поэтому, конечно же, все еще, уже более недели, в топ новостей держится то, что происходит в Курске. Значит, моя любимая новость за сегодня, главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Сырский заявил о том, что на подконтрольной Украине в части Курской области создана так называемая военная комендатура. Я, в общем, когда читала эту новость, я страшно улыбалась, потому что здесь миллион ироний, помимо того, что это очень важно с военной точки зрения. Ее руководителем назначен генерал-майор вооруженных сил Украины, такой себе Эдуард Москалев. Ну, я предположила, что, наверное, все были заняты. В целом, Сырский сообщил о том, что наши войска, наши военные на отдельных направлениях уже продвинулись на 500, где-то на 500, где-то на полторы тысячи метров. Ну и в настоящее время контролируется 82 населенных пункта. Ничего себе. Марка, напомните, пожалуйста, что там СВО? Да, это, кажется, маленькая локальная короткая операция. Кажется, ее похоронили вот где-то в Курской области? Смотрите, какая ситуация сейчас. Я думаю, что, во-первых, назначение Москалева, это, конечно, троллинг определенный. То есть можно было любого другого подобрать, но это троллинг, конечно. С одной стороны, во-вторых, во-вторых, это обязанность, кстати сказать, войск, находящихся на территории иностранного государства, уж там как сложилась военная ситуация, они обязаны назначить такую администрацию, приходится решать вопросы, связанные с решениями гражданских, военных, политических, каких-то еще вопросов, которые на месте складываются. Но для этого должен быть им был намоченное лицо. В том числе, кстати, чтобы не допускать никакого мародерства, насилия в отношении гражданского населения и так далее. Так что такой человек должен быть. То есть это обязанность назначить такого руководителя территории, которая подконтролена теперь Украиной. И там осуществлять все необходимые функции управления. В-третьих, смотрите, какая история. Ну, Украина все-таки идет по пути, ну, такому, соответственно, международному праву, Женевской конвенции и всему остальному. Идет война, мы заняли какую-то часть территории, мы, в принципе, не собираемся там создавать другой Россию. Мы собираемся эту территорию контролировать для того, чтобы осуществить обмен. Вы вернете нашу территорию, мы вернем вашу. Я так вижу. Мне так кажется. Вот. То есть Украина не пойдет, скорее всего, по пути попытки создания хаоса внутри военного, политического и другого руководства в России для того, чтобы не попытаться решить вопрос целиком. Это неплохо, нехорошо. Это не неправильно, не неправильно. Это, ну, как бы соответствует тем требованиям, которые международное право предъявляет стране, которая осуществляет такую военную операцию и, ну, военные действия. И, возможно, союзники именно на этом наставят. Союзники Украины говорят, что не надо никакого радикального сценария. Нам это не нужно. Что касается СВО, ну, посмотрите на пропагандистов. Вы видели, какая риторика, какая изменение риторики? Я уже вот сейчас послушал. Они там говорят, ну, а что это не так много территорию? Вот сравните, в сравнении с всей Россией. Ну, это какой-то кусочек потеряли. То есть уже это, как это, пять стадий принятия? Вот. Вот это уже какая-то из них, видимо. Очень стремительно они сменяются. То есть уже понимание, что завтра никого не выгонят, ВСУ не уйдет с территории Курской области, уже есть. И уже методички, которые ему раздают, они это предполагают. Понимаете? Что вот теперь уже как бы все. Теперь вариантов никаких. Вот. Но по существу своему понятно, что процесс продолжается. Действительно, вооруженные силы Украины могут двигаться. Я повторяю, это не обязательно, что они каждый день будут там по 500 или по километру занимать. Это не факт. Но сам факт, что они не уйдут. И что их невозможно так просто теперь уже выкинуть. Вот чего. А это политический фактор, не только военный. Да, территория небольшая, но фактор этот военный. И с этим как-то надо жить. И с этим как-то надо примириться. Понимаете? И не очень понятно, как они могут это сделать. Потому что, ну как это так? Они осуществляли операцию, собирались до Киева дойти. А тут, значит, отвалился кусок от Курской области. Они еще до конца для себя не сформулировали поведение. И поэтому нужно будет подождать, пока Путин вынужден будет публично реагировать на эту ситуацию. Вот я бы сказал так. Произошло еще одно очень важное событие в контексте того, что сейчас разворачивается в Курской области. Я думаю, что все знают, видели кадры о том, как множество российских срочников, наверное, и военных попадает в плен. Срочники, которые попадали в плен, там я уже сейчас боюсь браться за цифры. Последняя была около тысячи, тысячи всего там солдат, которые попали в плен, и среди них очень много срочников. И вы прекрасно знаете, Марк, о том, как с 2014 года и на своем опыте, как нужно выгрызать военно-пленных, пленных, политических пленных. Не имеет значения. Для России это всегда живой товар, мы это подчеркиваем каждый раз. И здесь неожиданно Москалькова, дрянь последняя, которая вообще не занимается нашими военно-пленными, которая плевала на своих, которые сначала полномасштабной войны находятся на территории Украины, она звонит украинскому омбудсмену Лубенцу и говорит, ой-ой-ой, давайте же меняться. Мы заберем. Я это связала для себя, не знаю, вы сейчас там поправите, именно со срочниками, потому что всех остальных достаточно много, меня и вообще хоть каждый день. Здесь есть срочники, так вот, на порядке дня могут оказаться азовцы, потому что нам цены, нам важны все, все до последнего, кто находятся в плену. Но азов не отпускают более двух лет вообще. Именно так и должно быть. Именно так и должно быть. То есть я соглашусь, что, ну, во-первых, она генерал МВД, чтобы вы понимали, когда ее назначали, то свинку, значит, это же было издевательство, вы же понимаете. Это же было форма издевательства, назначить ответственно за права человека в России. А, а, права человека, давайте вот ее назначим. Генерал МВД, вы понимаете? Ну, как, я не знаю. Это как в детский садик воспитателем педофилу назначить. Пригрузить, ну, вот так же. Ну, а как по-другому это отставать? Я-то ее зацепил. Когда я был адвокатом, я защищал украинских политзаключенных, и это был враг из всех врагов. Потому что хуже ее не было никого. Поэтому вы должны отдавать себе отчет, она обычная, просто вертухайка, которая выполняет задачи, которые есть там. Ее должность не нужна. В нынешней России это вообще глупость. Это, в общем, такое поветрие было, когда еще сайте Европы начали назначать этих ответственных за права человека. Москва еще что-то изображала из себя, и вот был этот институт. Сейчас, естественно, так сказать, ничего из этого не происходит. Они отказались от всего, что могло бы быть предметом занятий такого омбудсмена. Но война, она по-другому все ставит, понимаете? И я с вами совершенно согласен, на людей наплевать. Но чего они боятся? Потому что срочники – это люди молодые, это непрофессиональные, добровольно пошедшие по контракту солдаты. И даже мобилизованные – это все-таки бывшие срочники, бывшие контрактники, которые имели военно-учетный специалист в соответствии с возрастом и так далее. А срочник – это по большей части бывший студент, молодой человек, не учащийся. Но это люди, которые, честно говоря, выбирать им не приходится. Его призвали, и все. Многие говорят, в Афганистане же тоже срочники воевали. С них заявление брали, что он согласен отправиться в Демократическую Республику Афганистан в составе интернационального этого контингента, значит, воинов-интернационалистов. И, значит, там участвуете в боевых действиях. Брали заявление. Если человек заявление не писал, его никто не отправлял. Ну, были случаи, но это все-таки более или менее добровольно делалось, понимаете? Более или менее. Если человек принципиально не хотел, его оставляли, хотя два года служили, и такой вот обязалово не было. Идейность там какая-то была, были, авантюрность такая, молодежь такая, стремилась даже где-то проверить себя там еще. Ну, слушайте, я с трудом себе представляю, что есть сильно желающие, и их значительное количество, людей молодых, которого, извините, вырвали из гражданской жизни на этот год, взять и отправить его в зону боевых действий. А теперь где эта зона боевых действий? Эта зона боевых действий, а Россия по существу. Ты можешь служить где-нибудь в Мурманске на аэродроме охранять, да, как срочник, а туда дрон приведет. Ну, раз вы начали войну, это рано или поздно коснется всех, и срочников, и не срочников, но срочники очень болезненны. Это наследство двух войн в Чечне, там тоже воевали срочники, но тогда были другие времена, понимаете? Тогда все-таки можно было какие-то еще там права их защищать. Я сам во время войны в Чечне, первой войны был, находился в Чечне, и поэтому, ну, как бы знаю там ситуацию. Сейчас не очень понятно, что с этим делать, потому что им явно не хватает личного состава. Кремль размышляет над тем, чтобы действительно провести мобилизацию, если ситуация пойдет дальше, да, глубже, в Курскую область, или даже в Брянскую, или еще дальше. А сегодня, как они комментируют? Да, говорят, будут воевать срочники. А что вы хотели? Срочник обязан, присягу давал и так далее. Путин боится напряжения, безусловно, связанного с призывом срочников. Боится, потому что это молодые люди, что же, он только родился, он даже сексом не занимался, а ему погибать. Ну, это шо это такое? А что дети чиновников не идут воевать и так далее? Ясно, что вы утрируете, но там те, кто попадал в эти срочники, это 2021 год. Ясно, что наша война со стороны Украины она сильно отличается, но у нас есть, как бы там, командиры танковой роты, например, в таком возрасте. Поэтому, ну, чтобы совсем с них не делать, там, маленький, маленький, маленький. Смотрите, это же понятно. Нет, украинцы защищают свою землю. Вот, да, там, никто не хочет погибать, но это другое. Это другое. А они-то, какой у них-то выбор? У срочников все-таки выбор есть. Я вам сейчас скажу, какой. Даже если тебя призывают, они же объявили, что в зоне специальной военной операции, так называемой, они здесь участвовать не будут. А где эта специальная военная операция? Это полноценная война. Вот в чем обман-то всех. Он даже сейчас назвал это в Курской области действия вооруженных сил, там, Минобороны, контртеррористическая операция. Но это же обман. Какая же это контртеррористическая операция? Это что, какие террористы, что ли, зашли? Это вы напали на Украину и в итоге, значит, проиграли хотя бы уже в этой части, что считали, что это у них что-то будет, а у нас ничего не будет. Наших срочников не задействуют. Срочники – это большая головная боль. Я считаю, что, конечно, сейчас в этой штаты Путин и Кремль заинтересованы эту проблему снять. Заинтересованы. Они сейчас стараются как-то, чтобы в Курской области срочников не было. Они их отведут дальше чуть-чуть, в тыл там и так далее. Конечно. И этим надо воспользоваться для того, чтобы действительно забрать и азовцев, и, ну, конечно, и других военнопленных, естественно. Тут дело не в приоритете, а хотя бы уже потому, кто как долго сидит. Человек, который находится в плену там два года, еще и из Азова, с Мариуполя, с Азов-Сталин. Ну, согласитесь, да, здесь нужно действительно первостепенным образом стараться вытащить именно их. Но сейчас Кремль более расположен это сделать. Надо это углублять в ситуацию, педалировать ее сильнее для того, чтобы Кремлю было выгоднее, быстрее вернуть этих сроков, сказать, ну вот же, ну там погибло какое-то количество, но мы же вернули, все, они теперь дома. И это, безусловно, надо использовать. И эту жернушку ее посылают для того, чтобы она там пробила канал, так сказать, пыталась там оперировать каким-то правым человеком, потому что на уровне военных разведок, конечно, сотрудничество какое-то есть, переговоры идут, но она нужна до фона, понимаете, вот права человека и так далее. Она, конечно же, плевать хотела на права других, там, я не знаю, украинских граждан, которых в плену сидят. Естественно, ну я знаю, адвокаты, которые к ней обращались, там, были посланы. Поэтому с этой точки зрения она просто выполняет функцию московского чиновника, не более того. Но зависимость от этой ситуации у него высокая, ей поручили это делать. Это не то, что она по своей доброте, душевной, гуманизму решила заниматься судьбой этих срочников. Они бы, Кремль, не хотели бы усугубление ситуации со срочниками, не хотели бы. Они бы хотели, чтобы все-таки срочники были чуть в стороне. При том, что мы понимаем, что для Путина нет такой проблемы взять и пустить срочников в расход и так далее. Нет такой проблемы. Есть проблемы, а вдруг это как-то вызовет напряжение в обществе, ропот, а то и еще что-нибудь. Тут и матери же, и жены были вот этих мобилизованных. А тут еще прибавятся еще какие-нибудь те, которые родители военнослужащих срочной службы. Поэтому они этого хотят избежать. И поэтому, да, сейчас благоприятные ситуации для того, чтобы в обмен на срочник получить АЗОВ. Если я не ошибаюсь, кажется, Медуза публиковала такой репортаж. Они общались с теми, кто был вынужден уехать из Курской области. И там один комментарий, который меня очень зацепил, что там женщина говорит, я там всей душой была за вооруженной силой Украины. Но с тех пор, как они, значит, там пришли на нашу территорию, в нашу область, я теперь желаю победы того, кого ненавижу. То есть она имела в виду российскую армию. Я себе подумала, и я не буду говорить про бочу, это банально, потому что, ну, ясно, мы бы и близко не стояли к таким зверстам. Но россияне, помимо того, что они забирают в плен наших военных, они еще и насобирали ровно с начала полномасштабной войны гражданских, которые находятся в плену. То есть то, что выходит, в принципе, за пределы всех международных законов и прав. Тем не менее, да, вот конкретная история. Далее, когда речь идет об этих срочниках, тут действительно и родители сообщают о том, что их сыновей грозятся отправить в Курскую область. Была информация о том, что командиры отказывались своих подопечных срочников туда уже отправлять. Но одно дело, когда ты срочник в 22-м году. Я верю, да, я не сочувствую, но верю, что те, кто попадали в плен, не знали, было же непонятно, война не война. С 22-го года у нас прошло более 2,5 лет, поэтому каждый, кто пошел в армию в 22-м, в 23-м, в 24-м, они должны были уже максимально быть готовы и понимать, что они могут стать частью этой преступной армии. Не кажется ли вам, что вот этим плачем, вот этими родительскими слезами, они снимают с себя ответственность? Война уже шла, СВО, так называемое, было объявлено. И вопрос времени, когда ваши дети станут преступниками. Ну, собственно, об этом мы все время и говорили. Вот я напомню историю, я ее тоже освещал, мы ее много обсуждали, когда потопили крейсер «Москва». На нем были срочники. В каком количестве, толком тоже невозможно сказать. И там один из отцов из Крыма, он бывший гражданин Украины, ныне гражданин России, такой патриот из патриотов, бегал, кричал, что его сын потонул, а почему он оказался на этом корабле? И тогда уже, собственно, возник этот вопрос. Понятно, что и до этого подобное было, потому что когда вторгались, там обстрелы были территории Российской Федерации. Прямо в феврале-марте 22-го года, и там гибли тоже срочники. Может, не так много. Да, значит, ставился вопрос, а как вообще понимать, где срочная служба? Ведь они же сами заявляют, что у нас всю территорию Российской Федерации, Запорожье, Херсонская область, Донбасс и так далее. Ну, так в соответствии с их же Конституцией, проходить службу срочники могут и на этих территориях. Уж как минимум в Крыму-то они точно есть. Уж на каких там направлениях, где там стать части и так далее, мы не знаем, может быть, до конца, хотя там не такой уж большой секрет. Но то, что срочники в том или ином виде вовлечены в войну и будут вовлечены в войну, и тех, кого призывают, тем более сейчас, вот сейчас начнется осенний призыв, то есть нужно четко отдавать себе, ну, нужно отдавать себе отчет, что они точно могут оказаться в зоне боевых действий. Абсолютно точно. Что касается этого матерей, ну, во-первых, мать есть мать. Она, так сказать, за своего сына и так далее. Это, оставим это в стороне, момент чисто материн. А вот с точки зрения вот этой политики и всего остальных, да, безусловно, это инфантилизм. А что вы, вот-вот, когда вот начиналась война, мы когда об этом говорили, уж каких только эпитетов меня не награждали моей соотечественной. И такой я и сихой, и предатель, но они сейчас так считают. При том, что все заключалось в одной простой вещи, не надо начинать эту войну, не надо вступать в войну с Украиной, не надо убивать украинцев, не надо вообще вам эта земля. Она вам не нужна, ни Крым, ни Донбасс. Вам не надо это. Вам это не надо. Это каким голосом не прислушались. Более того, говорил, что вы войну не выиграете. А, не выиграем, за три дня дойдет. Ну что, дошли? Дошли. Сейчас сидят из Курской области беженцы, понимаете? Беженцы, что же. Их что, в Москве я слышал их, кто кого-то в Запорожье, кого на Колыму, там, я не знаю, куда они поедутся. Ну так, нельзя не понимать этой связи. Она не умозрительная, она конкретная, она буквальная. А хорошо, ну ладно, окей. Они там считают, что что случилось, то случилось. Это чисто русская поговорка. Ну а что теперь уже говорить? И каждый раз. Ну ведь, вот сейчас мы ждем, что, возможно, украинские войска окажутся где-нибудь в Брянской области. Вот им надо задуматься на призывных пунктах, военкоматах и родителям таких военнослужащих, срочной службы годичных, то они могут оказаться, вот сейчас, вот сейчас, чтобы завтра спрогнозировать поведение их. Они тоже будут кричать, а мы же не знали, а что же, мои рода, дети и так далее. Ну и самый резонный, значит, резонерский такой, значит, довод про то, что мы можем сделать. Ну действительно, что можно сделать, здесь сына отправить воевать и он погибнет. Вообще ничего по сравнению с этим нельзя сделать. Вообще ничего сделать, да? Вообще никаких вариантов не влегать. Ну что уж, чтобы он послал, то что дал, то забрал. Я бы сказал так, что это действительно ситуация такого, инфантильность я придел. Ну и политической, и гражданской, и, если хотите, психологическое непонимание того, как все эти вещи взаимосвязаны и что вытекает одно из другого. Опять же, вот эти матери, там же был комитет солдат, матери, они сейчас все под Минобороны, под ГБ и так далее. Это понятно, но это ясно, это всегда так делается. Ну так агрегируйтесь, создавайте, каким-то образом влияйте на вопрос, чтобы либо война, а уж, в конце концов, прекратился, вообще никому не надо умирать. А всего-то надо отвезти войска, значит, и тогда появится возможность и здесь снять вопрос в Курской области. Но для этого нужно уйти с территории Украины. Значит, вот эти требования, помните, как вот эти жены мобилизованы, вы наших сратируете, а других заберите. Вот только наших, только вот это, отдайте. Вот они с сентября 22-го года, будучи мобилизованы, они там находятся в зоне боевых действий и так далее. Но мы не против войны, мы против того, чтобы наших, наших вот конкретных АБЦ там убрали оттуда, а вы сратируете других возьмите, что только наши войны. Так срочник будет точно так же. Наш вот срочник не берите, а война пусть продолжает, понимаете? А это так не работает. А это так не работает. Поэтому если создавать эти комитеты, эти организации, эти инициативы, то требует прекращение войны, чтобы вообще никто больше не погибал. Потому что ты свои локальные задачи не решишь. Вот на узком участке ты ее не решишь. Ну, просто здесь это логично. Это политический вопрос. Это не вопрос персональный, вопрос военнослужащих, молодых людей, молодежной политики или чего-то. Нет. Это вопрос большой политический и исторический вопрос. Прекратить войну. Итак, погибших в ООО. Вот так. Но вы хотите усугубить это? Поэтому я бы сказал, что эти стенания никому не нужны. В Кремле к ним не прислушаются. Украина вообще имеет право игнорировать их. Что она должна об этом думать? Это вы там думаете, вы там решайте. Украинцы все равно. А что они должны об этом озаботиться? Кто озаботится об их военнопленных? Ну, поэтому это адресовать надо. Я еще раз повторяю, не к Украине. Это адресовать надо к Кремлю, к Путину. А что к Украине-то адресовать? Она здесь при чем? Я бы сказала так, что чем очень полезны, как минимум, последние полтора недели эти эфиры? Потому что многое было не очевидно в 22-м году. То, что срочно не могут попасть на фронт. Не было очевидно, что будет частично или, в принципе, мобилизация на территории России. Это тоже такие непопулярные шаги, на которые Путин пошел. Сейчас, сегодня, 15 августа 2024 года, мы говорим, что будет мобилизация в России. Мы говорим, что срочники будут. Поэтому нужно что-то делать. Нужно брать себя, семью, не знаю, мужа, ребенка в руки. Или идти на Москву. Или делать так, чтобы они не попали. Чтобы они не стали частью этой преступной армии. Но до сих пор остается, наверное, самый такой вопрос с неизвестными. Это цель и задачи того, что происходит в Курской области. С одной стороны, конечно же, там военные эксперты вам тоже в эфире говорили, что самое элементарное – это оттянуть часть войск с фронта, чтобы они были переброшены в Курскую область. Ваша подружка Юлия Латынина, великий военный страничок, написала большой пост, что ничего не получилось, не удалось провести Путина. Давайте подождем. Никто вообще не верил, что чем-то это увенчается. В свою очередь, советник главы ВСАП президента Михаил Подоляк, он сказал о том, что существует четыре политических цели операции. Прежде всего, это доказать, что военное и гражданское руководство не способны на быстрое и эффективное решение и своими действиями еще раз доказывают, что слабо управляют ситуацией. Далее, это, конечно, оттянуть артиллерию, чтобы сделать более безопасные приграничные районы Украины. Ну и дальше, дальше, дальше по тексту. Вы знаете, там иногда говорят про более сильную позицию Украины. Но меня, конечно, интересует вот эта слабость, а ее кто-то ощущает, она кому-то важна. И в конце концов, когда вы вспоминаете про матерей, а где же просто гражданское общество, или как его портников называют, политическое общество, которое тоже куда-то исчезло. Никто не вышел защищать Курскую область. Ни солдаты, ни общество. Вот смотрите, у цели этой операции, военной операции Украины, ну, они вот очевидны, банальные, понятные, что оттянуть резервы, оттянуть средства, силы, средства с линии фронта, где большое напряжение, вот в Покровском, большое напряжение в Покровском был, это крупный город, там, наверное, сколько, 50-60 тысяч человек, то есть его эвакуации и так далее, наверное, сейчас процесс какой-то идет, это в Донецкой области, в Авдеевском управлении, вот, да, наверное, эти задачи точно преследуются, но это очевидно. Также очевидно, что связи с переговорами потенциальны когда-то, где-то, при каких-то обстоятельствах, это тоже необходимо для того, чтобы появился новый фактор. Безусловно, война на территории Российской Федерации не просто обстрелы, не просто, так сказать, диверсии, а настоящая война, когда войсковые части заходят на территорию Российской Федерации, ну и все вытекающее, то, что происходит в Курской области, это важнейший элемент давления на Кремль, на Москву, на Путина. Безусловно, мне сейчас сомневаюсь. Дальше начинается вопрос стратегического понимания целей задач в целом этой операции, а есть ли вот это стратегическое измерение у прихода на территорию Российской Федерации иностранных войск. В моем представлении, в моем личном представлении, да, это и имеет место, потому что на каком-то кулачке, пусть небольшом, там, тысяча квадратных километров или сейчас уже больше, я сейчас не знаю, вдруг перестает существовать власть Путина. Понимаете, что это такое? А возможно ли такое, что вот как это? А вот эти границы нигде не кончаются. Не кончаются они люди. А как-то кончаются вот где-то в районе вот этой суджи-то. Ну да, снимается флаг, выбрасывается, мы все это видели. Ну не просто флаг. Флаг это просто, ну вот да, это подняли флаг, взяли, захватили держать. А вот жизнь может существовать вне путинского контроля? На территории России, я имею в виду. За пределами в другой стране, конечно. Так выезжать сюда, вот без Путина можно жить. Без вот этого всего. ФСБ, так сказать, тюрем, лагерей, коррупции, значит, власть ментят и так далее. Можно жить или нет? Ну, жить сносно хотя бы. Я уж не говорю прям вот вообще рай. Ну, так пример продемонстрируем, можно так жить. Люди, которые там останутся, которые будут жить там, куряне и так далее, может какие-то там еще. Могут так жить? Да, конечно, могут. Ну, конечно, могут. Вне власти Путина жить возможно. Нет Путина, нет России. Как это его, ***, говорим. Володя. Нет Путина, вообще очень даже возможно жить. И даже припеваете жить. Очень хорошо жить. И вот русские должны увидеть, что без Путина можно жить. и без вот этого всего ада, вот этого безадища, можно жить. Власть себе выбирать, значит, контролировать ее, иметь суды независимые, иметь администрации некоррумпированные. Можно? Да, конечно, можно. И этот пример важен. Его надо продемонстрировать. Его нужно, ну, как-то обогатить, дать возможность выхода этим, в общем, настроениям. Есть ли они? Наверняка какие-то есть. Наверняка. Не внутри этих двух областей Курской области. А в широком смысле. Для всей России. Вот посмотрите, что происходит. Вот посмотрите, как можно жить, и вообще не бояться, и ничего, и без воин можно жить, в конце концов. Звучит утопично. Звучит утопично. Но стратегическая цель именно такая. И тогда, для какой-то части, да, это маленький клочок, модель, бандустан, если хотите, да. Но кто-то увидит и скажет, а что мы тогда так живем, вот где-нибудь в Москве, в районе каком-то там, или в Питере, или в Якутии. Что мы тогда вот так живем тогда? Нам это все надо. Если можно жить, ну да, к сожалению, по-другому нету возможности так жить, кроме как помощи иностранного армии, которая освобождает вас. Ну что, ну вот так история сложилась, что сами не в состоянии. Почему? Потому что, ну да, тоталитарное общество, народ недозрел, не способен жертвовать ради свободы всем на свете. Ну как, жизнью жертвовать? А чем еще? Не кредитами же ипотечными. Ну не готов народ жертвовать в массе своей? Не готов. За свободу свою умирать. Готовы умирать за чужую землю по приказу диктатора, а вот за себя, за свои права не готовы. Это констатация? Ну да, это констатация. А иначе бы два с половиной года весь этот акт-то не творился бы. Правильно? У людей оружие есть на передовой, у людей есть команды, командиры, которые, может быть, понимают, что происходит. Ну, наверное, я не знаю. А, так сказать, это все продолжается и продолжается. Ну, получается, нет, ну, не получается у русских вот самим освободиться от своей этой власти, этой жуткой. Четверть века уже. Теперь, что касается, для кого это возможны демонстрации и так далее. Прежде всего, все-таки для внутренних сил, внутри власти. Они должны оставлять, потому что они потеряют тоже важную часть своего контроля, своего будущего, своих денег, своего благополучия. Они могут сказать, что давайте воспользуемся вот этой ситуацией для того, чтобы пришивенького-то как-то, в общем, от власти-то открутить. Могут? Ну, как бы, теоретически такое бывало. Мы такой-то вообще-то видали. Есть такая возможность? Ну, конечно, есть. Человек на восьмом десятке. Вы же спокойно можете все решить. Вам нужно собраться, решиться и сделать это. И тогда войне конец всему, конец. И можно жить как люди. И у вас, вон, 40 Украин. Россия – это 40 Украин. Сорок. Ни одна, ни две, не здесь. Сорок Украин. Куда еще-то? Куда? Зачем? Вот, раз народ не способен, он политически не субъектен, значит, у власти, как бы она ни была замысловато устроена, есть возможность внутри себя этот вопрос ну, как-то решить. И я думаю, что настроение, расчет какой-то такой слабый, очень-очень слабый, но он есть. Он есть. И то, что говорит, сказал Латынина, да, я не смотрел, что Юлия Леонидовна сказал, не слежу за ее творчеством, ну, просто у меня много других дел. Я вот сейчас в Калифорнии занимаюсь совсем другими делами. Если она, просто я боюсь цитировать со слов других кого-то, да, если она говорит, что что-то не удалось и что не пошло, я правильно понял контекст, что... Да-да-да, суть в том, что, да, она говорит, успешная операция, но, если вы хотели оттянуть войска с территории России, то вы не смогли обыграть Путина, он там все равно гнет свое. Он Путина, что там у него гнется, это как бы дело добровольное, его то надувают, то гнут, вот, но сам это здесь существенно, на мой личный взгляд, в отличие от оценки Юлии Леонидовны, не вот оттягивание войск с линии фронта, все-таки нет, все-таки нет, потому что, ну, наверное, какие-то резервы они могут кинуть и в Курсково, если и не деоккупировать эту часть, которую занимает вооруженные силы Украины, отсуждают до границы, то, как минимум, сдержать наступление украинской войск, наверное, такие ресурсы есть, ну, наверное, я думаю, что вполне есть, все-таки нужен политический эффект, за ним следить, потому что сам факт, линия фронта изогнулась вот так в сторону России вовнутрь, понимаете, это уже новый факт, его же не было, но его не было, а теперь он есть, и что вы будете говорить, а это не важно, они же пытаются это методически исследовать, говорят, ну, там, что там, по сравнению со всей Россией, там, тысяч квадратных, да ладно, вы смеетесь, что у нас миллионы квадратных километров, ну, как бы, с этой точки зрения, ну, да, ну, как бы, для них не страшно потерять, а с точки зрения, ну, политической, в широком, глобальном масштабе, историческом масштабе, нет, это влияет гораздо травмирующим образом, чем взяли Покровская или нет, то, что в Курской области уже теперь есть кусок не подконтрольный Путину земли, это гораздо более ментально влияет, гораздо существенно, так же, как Крымский мост, ну, понятно, мостик, ну, уронили пролет, другой, опору уронили, но мы же понимаем, какую роль выполняет Крымский мост в сознании этих людей, а что тогда воевать, если мы на пепелище будем, что вы тогда на Киев идете, если к вам сейчас в Москву зайдут, вы что, оброняйте тогда, логика же такая, а перспективно одинаковая, тут 500 километров, там 500 километров, ну, иди, дойди. Я хочу сказать, что в эти дни, конечно, мой любимый телеграм-канал, это не Юлия Латынина, это Маргарита Симонян, потому что такое несется, такое происходит, а она выкладывает вчера рецепт оладушек там, или там еще что-то, и ты такой, что, что происходит, где же ваша методичка, то есть, действительно, абсолютно распорожена какая-то система их работы, комментариев и всего остального, то есть, как будто бы Курск действительно его не существует, вот он в буквальном смысле, в информационном пространстве, он потонул, и это тоже очень хороший индикатор, но я просто пользуюсь случаем, я напомню, что, друзья, никто, вообще никто, кроме генштаба, кроме главнокомандующего, верховного главнокомандующего, ну, может быть, нескольких наших партнеров, не знают и не понимают, что происходит в Курской области, успешно, не успешно, сейчас вообще не имеет смысла давать вот такой некий итог. Прежде чем мы перейдем далее, я напомню, друзья, что сейчас самое время написать ваше мнение по поводу тех тем, которые мы поднимаем, что вы видите самое главное сакрального в том, что происходит в Курской области, не забывайте оставить нам лайк и, конечно, подписаться на YouTube-канал Фегинлайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Вдогонку, наверное, потому что в любом случае это тема войны, сегодня The Wall Street Journal написал сенсационное, говорит, что Зеленский сначала одобрил, а потом отменил подрыв северных потоков. Журналисты утверждают, что лично тогда не главнокомандующий, генерал Залужный, принес эту идею и, значит, долго не решались, но потом там, к маю 22-го года все случилось. Вы знаете, что уже там показывают фотографии, имена называют тех, кто как будто бы принимал участие в этом подрыве, так это или не так, не ясно, но, значит, как будто бы об этом знал Дуда, президент Польши, с американцами у нас неиспорченные отношения, немцы сказали, что да, мы их ищем, но к Украине никаких претензий, вообще дружба помогает, и все дальше. Верите ли, не верите ли вы в то, что пишет Wall Street Journal, потому что Россия очень долго настаивала, что это не украинцы, а это все сделали проклятые американцы? Ну, я скажу так. Ну, взорвали и взорвали во-первых. И они, как говорится, чуть и переда, взорвали. А на пони взрывов этих северных потоков знаете, что творится вокруг, думать, что какие-то северные потоки могут заслонить тему войны? Что такое страшное масштаб, трубу за трубу, взорвали, газ не пошел. А вот все, что происходит, это ничего. Ну, хорошо, расследует в Германии, расследует, пришла к каким-то промежуточным выводам, что есть какие-то подозреваемые. Имеет право, кто, что поспоришь. Имеет право, должны расследовать все. Ну, хорошо, что действительно вы из этого не делали каких-то политических выводов. Ну, вот Украина, если допустить, я не знаю это, я этого не знаю, но допустить, что украинские спецслужбы действительно организовали подрыв этих северных потоков. Ну, логика какая-то есть, чтобы ослабить своего противника, причем противника долговременного, с 14-го года, ну, будем считать, идет война, да, только она не была широкомасштабной и так далее. И я же помню то напряжение, с которым было связано в 20-й год с этими потоками и так далее. Как и в Вашингтонской декларации была, Меркель, подчеркиваю, Меркель приезжала в Вашингтон, подписывала с Байденом декларацию, сейчас что никто не помнит, что вчера было, не помню. Как этому возмущалась Украина, официальный Киев говорил, ну, что же такое, мы тут вот на грани, тут войска двигают туда-сюда, а ты, ну, где, что. Поэтому, с этой точки зрения, ну, как вам сказать, 21, да, я могу допустить, что Украина причастна к взрыву этих северных подругов. Могу допустить, могу допустить, но вообще не удивлюсь, если постепенно вылезет ситуация, при которой Москва сама спровоцировала этот подрыв и так далее. Тоже не удивлюсь. У меня нет сведений, я не следователь по этому делу. Политически, понимаете, если ты собирался воевать, а Москва уже собиралась воевать, они же, я напомню, весь 21 год двигали войска к границе Украины дважды, хотя реально больше там было. То, честно говоря, о потоках, ой, а поток это страшное преступление, а Буча вообще не преступлит. И вообще нападение на Украину это не преступление. Я думаю, что это уже теперь не играет никакой роли, тем более, что все северные потоки, вся эта перспектива сотрудничества по Северному морю, она закончилась. Она закончилась, в ней нет просто ничего больше. Из этой темы Москва ничего не высосит, не выкачает. Ах вот страшная Украина взорвала потоки, поэтому что же надо, прекратить оружие, что я не представляю? Ну, тоже смешно. Москва вошла в клинч вообще исторически, геоисторически, понимаете? И какие-то две трубочки, которые там в Северном потоке взорваны, изменить это парадигмы уже не могут. Она своими руками закопала всю перспективу. О чем говорить, о каком сотрудничестве, таким торговле газом, если, так сказать, вас боятся, от вас шарахают. Поэтому никакого фактора это уже не играет никакой роли. Все под санкциями, этот Северный поток невозобновим, пока война не закончится. Если она закончится, там могут какие условия будут, кто у власти будет, какие договоренности будут. Это часть репарационной политики, которая будет реализовываться. Кто знает, что эти Северные потоки еще Украине будут принадлежать. Ее прозвонят и перезадут этот Северный поток Украины. Ну, как? А за разрушенное это все нам чем-то платить? А чем будут платить? Что будут платить? Поэтому на самом деле сейчас это уже, это можно было в 20-21 году обсуждать, даже до начала войны 22-го. А сейчас это потеряло всякую актуальность, на мой взгляд. Ну, всегда, знаете, интересно, если об этом пишут, и пишут в The Wall Street Journal, то это значит, кому-то точно нужно. Несправильно то, что ясно, что независимые медиа в Америке, но и купить, и заинтересовать их тоже можно. Я напоследок вас спрошу, мы сегодня с вами много говорим о пленниках, да, о политических, они есть в России, есть военнопленные, и я еще про одного у вас узника спрошу, узника Кремля. Несколько месяцев назад мы с вами обсуждали в эфире и вы публиковали письмо, которое вам написал бывший президент Грузии Саакашвили. Значит, сегодня Институт изучения войны аналитики написали о том, что правящая в Грузии партия грузинская мечта обвинила бывшего президента Саакашвили, что это он спровоцировал войну России против страны в 2008 году. Мы где-то это слышали, да, потому что Украинцы... Ну, конечно, вы это слышали. Да. Также они пытаются возложить на Саакашвили еще и вину за дальнейшую незаконную оккупацию Кремлем Абхазии и Южной Осетии по приказу как будто бы там неуказанных внешних субъектов. Ну, что там американцы, да, по сути, наверное, как всегда сказали Саакашвили, действовать вот так вот. Грузия дрейфует все сильнее в сторону... Действующая власть тянет все сильнее Грузию в сторону Российской Федерации, все дальше от Запада, ну и в руках у них действительно находится Михаил Саакашвили, который... Там даже была информация, что его могут помиловать, но пока что ничего из подобного не происходит. А если им удастся, вот как вы себе можете представить реальность, в которой мы просыпаемся и оказывается президент, который делал все, чтобы защитить свое государство, это он спровоцировал Россию. Ну, я повторяю, эта версия была Кремлем озвучена. Это же они попытались представить события августа 2008 года так, что это провокация стран грузинских войн в отношении Южной Осетии привела к тому, что Москва... А что вот Москва, знаете что? Они же в поте танки остановились. Они собирают Тбилиси захватить. Я правильно понимаю, их миротворческая миссия была в том, чтобы, ну, в кавычках, чтобы захватить всю Грузию. А они собирались это сделать, если бы Буш-младший не подогнал авианосец, ну и Сарказич, он очень начал бегать туда-сюда в попытке добиться мира. Была бы в Грузии сейчас? В принципе, как государство, а не область Токартрелла, или там Грузия автономия в составе России. Хороший вопрос? Вот. Безусловно, сейчас у власти в Грузии грузинская мечта это марионеточная прокремлевская партия. Сейчас уже можно говорить полностью подконтрольную Кремлю. Они собираются в сентябре провести выборы, и я заранее вангую, что ничего не изменится. Они выборы сфальсифицируют, оставят под контролем под своим. Силовые ведомства находятся под контролем грузинской мечты, они останутся у вас. Они область не уйдут. Саакашвили сейчас уже в полном смысле заложник. Это торговая такая позиция, за которую можно, так сказать, держать, шантажировать тем, что в ней вводили санкции против Иванишвили, его окружения из грузинской мечты, я думаю так. Они его просто теперь не отпустят. Они будут навешивать на него сроки. Даже когда было первое выступление, меня грузинский премьер обвинил, потому что я провокатор. Когда я говорил о том, что после попытки принятия закона в первом чтении о иностранных агентах, нужно тогда было решать, нельзя было уходить с улицы. Тогда решать, а сейчас уже поздно, по хвостам бить поздно. Уже поздно, закон уже принят. В Грузии план отменен интеграции в ЕС. Вот этот пошаговый план декабрь, отменен. Более того, про НАТО уже и слов нет. Уже все. Там уже жучки из Москвы катаются. Ну, я знаю информацию. Уже сотрудничают, уже гоняют денежки, уже там собираются отменять визовый режим. Запреты на посольство собираются открывать в Москве. Я жил недалеко от него, кстати, в Москве. Вот. То есть, все идет именно в этом направлении, что Грузия дрейфует в сторону Москвы, ну, я имею в грузинской власти. Это мой парадокс, что 80-85, там, до 90% поддерживает евроинтеграцию, вовлечение в НАТО и так далее, грузинского общественного мнения. А власть вот такая, марионеточная, промосковская. То, что они там изображают и периодически там говорят об оккупации, еще чем, это камуфляж. Это дымовая завеса над их политическими планами. Пусть никто на это не ведется. Вот. Потому что я в сток всякого наслушался, что вот, Саакашвили сам сотрудничал с Путином, они там какие-то предприятия перегоняли. это все-таки какое-то несерьезное. Вот. Безусловно, Саакашвили будут навешивать статьи, они его не отпустят. Даже когда пройдет шестилетний срок, на который его наказали. По первому делу. Не отпустят, пусть и люди никто не писали. Что касается Саламет Зурбешвили, президента Грузии, она кандидат Грузинской мечты, она повела себя так, чтобы спасти больше свою репутацию. Я вот так считаю. Пытается отстраниться от того, что делать Грузинская мечта. Но ничего не делает радикального, чтобы противодействовать вот этому московскому влиянию внутри этой правящей партии. Ничего. То есть, она могла бы помиловать Саакашвилию. Могла бы. Скорее всего, Грузинская мечта бы не выполнила бы ее решение. А помилование. Скорее всего. Ну, я не знаю, что-то бы происходило. Но и нужно такое напряжение. Оно необходимо, понимаете? Я думаю, что да, американцы, они ввели уже часть санкции, собирается ввести новые. Бизнес братьев Иванишвили наверно пострадает, как я себе это представляю. Как я это представляю, не знаю. Будут достаточно жесткие меры к ним приняты. Понятно, что все отключено на войну в Украине. Сейчас не до Грузии. Не до других вопросов. Но если, еще раз хочу подчеркнуть, если с Украиной вопрос решится, Грузия займутся вкладывать. Именно потому, что население против, население не за. Понимаете? Вот есть за что зацепиться, потому что очень разруйлена оппозиция в Грузии. Они, вся оппозиция не объединяется вокруг в Саакашвили, в Саакашвили, может быть, у Михаила не такой уж и высокий рейтинг. Выйди он из тюрьмы и стал бы он бы снова полегать. Не знаю. Может быть и нет. Может быть и нет. Но его фигура символическая. Вот в чем все дело. Символическая. Потому что это период в истории Грузии, когда был шанс быстро и эффективно добиться интеграции в западное сообщество. То есть это та же история 2007 года, когда Грузия и Украина без территориальных проблем в тот момент, спустя три года после того, как приняли страны Балки, не приняли состав североатлантического альянса, напомню. А если бы это произошло, вот были бы события 2008 августа и 2014, ну и последствия 2022 в Украине. Были бы или нет? Риторический вопрос, не правда ли? И вот из-за той нерешительности сейчас прожинают плоды вот то, что происходит прямо сейчас. У Грузии пока очень плохая перспектива. Очень плохая перспектива. И в сентябрьских выборах, и со всем перспектива. Потому что скоро Москва будет форсировать этот процесс, но насколько возможно. Ей тоже есть чем заниматься и Украина, и Курской областью, но Грузию они вот так просто не отпустят. Грузию так просто никто не отпустит. Поэтому дело тоже сценарии за грузинскую историю за 30-ти вишнем лет. Мы помним какие были. И на улице в Тбилиси стрельба звучала. Ну и прогноз, что рано или поздно к этому еще приведет. Чем больше сопротивляется переменам и интеграции с Западом грузинская власть сегодня, тем жучче будут последствия этого сопротивления. Вот так мне кажется. Вы абсолютно правы, когда говорите, что, конечно, сейчас самое большое внимание сконцентрировано на нашей войне, это еще и Ближний Восток, но мне кажется, что справедливости ради, если мы не забываем о том же Саакашвили, если мы не забываем расширять горизонт, потому что Грузия это тоже действительно часть, может быть, пассивной нашей войны, тогда это все не напрасно. Тогда про Саакашвили в том числе будут не забывать другие люди, и за его жизнь, за его свободу будет, если не легче бороться, то, по крайней мере, мы будем освещать эту тему. Саакашвили, саакашвили, Продолжение следует...